Недавно я услышала интересную мысль, нужно ли бороться за справедливость, зачем другим людям доказывать, что нечто несправедливое, нужно просто взять и защитить человека. Доказывать другим людям, что это несправедливо – пустая трата сильной времени. Ну, доказывать, конечно, надо действием. Я вообще против того, чтобы вступать в теоретические дискуссии. Есть огромное количество людей, действительно огромное, я не преуменьшаю, к сожалению, своей известность в этом плане, огромное количество людей, которые набиваются, нарываются на дискуссию со мной. Одни пытаются со мной подискутировать о бытии Божьем, другие пытаются мне доказать, что машина скоро научится писать стихи лучше человека. Третьи доказывают мне, что человек по природе – свой эгоист, а религия – всего лишь синдром обсессии. Обсессивно-компульсивный синдром. Всё это заслуживало бы опровершения. Но мне так скучно обо всём этом говорить. У меня в таких случаях ответ один. Поскольку человек всё время стремится самоутвердиться за мой счёт, доказывая, что ни религия никому не нужна, ни искусство никому не нужно, мои стихи никому не нужны. Я всегда в таких случаях отвечаю – вы совершенно правы. Как говорил один мой знакомый сержант – лишь бы тебе было хорошо. Зачем спорить-то? Ну, критерием истины является практика. Приходят идиоты и начинают мне рассказывать, что если есть самообучающийся алгоритм по игре в шахматы, и машина играет лучше гроссмейстера, то начинать, так сказать, научить машину писать стихи – это только вопрос финансирования. Во-первых, финансирование не решает само по себе ничего. Вы финансированием ничего не можете добиться. Вы можете добиться мотивации, ну, каким-то крэйзи, абсолютно гиковским сосредоточением на проблеме, но никогда не финансированием. Ну, коррестные люди проблем не решают. Хорошо платить китайцам или японцам не значит решить любую проблему. А уж хорошо платить русским и подавно не значит. У них другие цели. Но если цель, может быть, себя уважать, может быть, мир поразить, ужаснуть, не знаю. Но самое главное, ведь ГО или шахматы – это алгоритмы. Освоить алгоритм, научить машину алгоритму самому совершенно можно, но и стихи к алгоритму не сводятся и не сведутся никогда. Хотя бы потому, что универсального алгоритма здесь нет. Есть Пригубь, есть Хлебников, есть Заболоцкий, а есть Блок. Это совершенно… или Акуджава, это совершенно разные алгоритмы. Поэтому пока не будет личности, не будет стихов, а личность – это продукт воли. Поэтому вот меня ходит старая, когда меня человек провоцирует на дискуссию. Буду я дискутировать? Нет, не буду. Вы совершенно правы. Другой человек приходит и начинает мне доказывать, что любая религия – это рабство и трусость, страх смерти или страх неизвестности, и человек – хозяин своей зуды. Вы совершенно правы. Зачем спорить? Ну, так же и со справедливостью. Вы понимаете, проще сделать, чем объяснить. Занудой называется человек, которому проще отдаться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. Наверное, так. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok